МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пятерка! В нашем юбилейном десятом сезоне мы постарались вернуться к самым интересным, как сейчас выражается, проектам. Один из них был... Это разновозрастные, я бы сказал, семейные команды, потому что большинство игроков эрудит пятерки. И вообще, собственно, вся белорусская интеллектуальная элита, играющая в что, где, когда и прочие интеллектуальные игры, все они вышли, как писатели вышли из Шенери Гоголя, все они вышли из клуба интеллектуальных игр «Белая рысь». Ну а клуб «Белая рысь» – это одна такая большая, красивая семья. И сегодня у нас бывшие выпускники клуба, друзья клуба и так далее. Ну, скажем так, семейная игра. Эрудит пятерка, вперед! Итак, у нас сегодня две команды, которыми руководят однокашники. Те люди, которые учатся в одной и той же школе. Слева от меня, справа от вас в синем шарфе, в той красивой серой толстовке с очень интеллектуальным выражением лица, Даниил Галушка, суперигрок, капитан очень многих хороших команд. Если бы он сейчас повесил на шею все свои медали, он бы согнулся до земли. Даниил Галушка, 19-я школа. Справа от меня, слева от вас в красных шарфах и в красной бабочке вот такая еще более интеллектуальная Анастасия Майорова. А Настя то же самое, если бы она повесила все свои медали завоеванные, она бы согнулась еще ниже, чем Даниил. Итак, тоже 19-я школа. Я бы сказал, что Настя немножко старше, но так как она девушка, я не буду заостряться на возрасте. Как бы неприлично. Итак, внимание. Начинаем мы с нашей любимой блеф-игры. И сейчас вы услышите голос Даниила, который скажет, кого же он отправляет в бой на нашу Данетку. Пойду я. Прекрасно. Анастасия. Пойдет Игорь. Игорь. Прекрасно. Итак, Даниил против Игоря. Вперед. Итак, поехали. Блеф-игра. Все очень просто. Нажимается кнопочка и говорите, да или нет. Ну, а я пытаюсь вас запутать. Играем. Верите ли вы что? Астрономическое обозначение Солнца – это окружность с лучиками. Игорь. Нет. Да, с точкой кружочек. Вот такая у нас солнечная тема началась. И Игорь Ключков принес своей команде первые пять очков. Играем. Верите ли вы, что с сильными руками, если у вас сильные руки, то солнышко можно сделать на турнике? И снова Игорь. Да, можно. Можно сделать это полный оборот вокруг турника. Верите ли вы, Даниил, что Солнце на две трети состоит из водорода? И снова Игорь? Нет. Зря состоит. Водород и гелий, ну и тяжелые элементы там еще немножко. И вот первая ошибка Игоря. Но на кнопке он пока не проявит, Даниил. Верите ли вы, что загар вызывает инфракрасное излучение Солнца? Фальстарт, фальстарт, Даниил. За этим очень строго следит наш электронный судья. И у Игоря есть шанс ответить. Нет. А какое? Ультрафиолетовое. Молодец. И еще пять очков. Верите ли вы, что Александра Сергеевича Пушкина называли Солнце русской поэзией? И снова Игорь. Верим, да. Потрясающе. 0,20. Красные начали лихо. Вперед, играем дальше. Прежде чем мы приступим к нашей дуэль-игре, пять боев, пять очных поединков, вы должны выбрать, кто какую тему на себя готов взять. Итак, темы. Первый бой – мороз и солнце. Второй бой – великий и могучий. Тема о русском языке. Третий бой – вещества и элементы. Четвертый бой – города и страны. И пятый бой – земля и космос. У вас пять секунд, чтобы принять судьбоносное решение. Время и стекло. Начнем. Мороз и солнце. Данил Галушка. Кто? Снова я. Понятно. То есть два раза вышел капитан и дальше просто руководит. Великолепно. Настя Майорова. Людмила Вячеславовна. Хорошо. Данил Галушка против Людмилы Власовой. Вперед. Ну, с Даником мы уже поразговаривали. Людмила Вячеславовна, где вы работаете? Областном дворец творчества. Методист ресурсного центра по профориентации. А ресурсный центр – это вот чему вы детей-то учите? Учим выбрать нужную для себя профессию. А вы как выбрали? Да. Ну и как? Нравится. Это хорошо. Главное, чтобы нравилось. Поехали. Мороз и солнце. Мороз и солнце. День чудесный. Автора назовите. Людмила. Александр Сергеевич Пушкин. И пять очков Людмиле. АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь, Фед, я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце что сделало. А вот тут нервы вас подвели, Людмила Вячеславовна. И у Данила есть шанс. Рассказать, что солнце встало. Встало, конечно. Что же оно еще можно сделать? Великолепно. Привет такая народная. Если они ночью сильно блестят, это к Морозу. Люда, и снова фальстарт. Данил? Звезды. Точно звезды? Точно звезды. Они пуговицы начищены. Точно звезды. Точно звезды, это правильный ответ, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Солнцеворот. Это древнерусское название некоего такого астрономического момента. Какого? Данил? Солнцестояние. Солнцестояние. А что с таким удивлением? Солнцестояние? Солнцестояние. И заканчиваем. Он восточнославянский вариант Святого Николая. Дед Мороз. Дед Мороз, конечно. Итак, счет у нас как на часах. 15-30. Красные впереди. Но еще не вечер, даже еще не утро. Второй бой. Вперед. Итак, внимание. Второй бой. Великий и могучая тема о русском языке. Данил, есть знатоки русского языка в команде? Есть. Это Герман. Герман. Прекрасно. Анастасия, а у вас? Лиза. Хорошо. Герман и Лиза. Пиковая дама. Вперед! Герман, ваша дальнейшая судьба после того, как вы покинули школу и наш клуб? Поступил в университет Багуир, в Минске живу сейчас. Вот приехал поиграть. Великолепно. А кем вы будете, когда вот кончится Багуир? Программистом, бизнес-аналитиком. О-о-о-о. Это денежно говорят. Да. Лизонька, здравствуйте, милая моя. А ваше максимальное достижение вообще за время игры? Что, где, когда и прочие интеллектуальные игры? Чемпионат Европы. Среди школьников. Чемпион по брейн-рингу. О, вот какие люди у нас. Лиза, где вы сейчас учитесь? В Академии управления. На управлении информационными ресурсами. Великие и могучие. С помощью этой приставки образуется однокоренной антоним к слову «пристрастный». Герман. Пре. Пре. Пре-пристрастный, понятно. Лиза. Без. Без, конечно, беспристрастный. Все очень просто, играем. Слово в этом падеже следует за глаголом «удивляться». Лиза. Дательный. Ну, удивляться чему? Абсолютно правильно. Ну, всем известно, что вводные слова и предложения выделяются на письме. Ах, и у Лизы фальстарт. Ярман. С запятыми. С запятыми еще помните. За школу играем. Компьютерный код еще не убил у вас знатока русского языка. Играем. Играющие команды. Внимание. Я сейчас употреблю форму, совмещающую свойства глагола и прилагательного. А называется она? Да. Дея причастия. Дея причастия. Понятно. А у Лизы что? Масклицание. Нет. Играющие. И глаголы прилагательные. Это причастие. Понятно. Теперь вы это знаете. Играем. Фразеологизм во всю Ивановскую обычно употребляется с этим глаголом. Герман. Кричать. Кричать во всю Ивановскую. Герман, а может вы еще знаете откуда взялся этот фразеологизм? Я лучше промолчу. Промолчите. А Лиза знает? Не помню точно. Рассказывай. Хорошо себя чувствуете умным на их фоне. Все указы царские выкрикивали на Ивановской площади в Кремле. Вот там Иван Великий, большая колокольня. Вот там и кричали. Кричали во всю Ивановскую, чтобы всем было слышно. Теперь вы это знаете. 25-40. Чуть-чуть подтянул Герман свою команду красным. А у нас следующий бой. Вперед! Мы переходим к теме вещества и элементы. Даниил, кто у вас знает вещества и элементы? Вещества и элементы знает Олег Наумович. Олег Наумович Лейнов. Прекрасно. Анастасия. Иван. Понял. О, это будет нелегкий бой, а тяжелая битва. Итак, Олег Наумович против Ивана. Вперед! Олег Наумович! Добрый друг и давний друг нашего клуба, нашей игры. Тренер, педагог и так далее, и так далее. Олег Наумович, два слова о себе. Где вы работаете, о чем думаете, о чем мечтаете? Работаю я в школе номер 69 города Гомеля. Руковожу клубом уже 22 года по интеллектуальным играм. Вот. Мечтаю о результатах. Ваня, здравствуйте. Здравствуйте. Говорят, вы у нас чемпион республики, чемпион Европы среди школьников и так далее, и так далее, и так далее. Правда? Было дело, да? Было дело. Хорошо. Когда был школьником. Когда был школьником. Когда вы стали студентом? Кстати, студентом чего? Московского физико-технического института. О, как! Хорошо. Есть успехи какие-то? Да, не особо. Мы еще первокурсники. Ну, второй уже курс. Кроме мест на Кубке Московской области, ничего особо. Ну, главное, чтобы учебы. Начнем. Вещества и элементы. Этот газ, который греки буквально называли пахнущий, известен нам в основном по дырам. Иван? Озон. Озон, да. Озоновые дыры. Отлично. Играем. Эти два металла долгое время символизировали успех для советских выпускников. Иван? Золото и серебро. А почему? Ну, два металла. Как медали. Да, медали золотые и серебряные блюда. Играем. Так называют бинарное соединение химического элемента с кислородом. Иван? Оксид. Оксид. Все просто. Играем. Спиртовой раствор этого галугена должен быть в каждой аптечке. Олег Иванович? Йод. Йод, браво! Это вещество образуется при горении, вы не поверите, водорода в кислороде. Иван? Вода. Да? Вода! И общий счет у нас стал 30-60. Снова 50-процентный уход, что называется. 30-60. Красные впереди, синий оценщик. Вперед, следующий бой! Города и страны. Данил, вот кого отправляете в бой? Я отправляю Антона. Антона, прекрасно. Анастасия? Любители путешествовать, это Игорь. Игорь, прекрасно. Итак, Антон против Игоря. Вперед! Итак, Антон Гонторенко. Назовите имя вашего последнего, наверное, самого любимого тренера, когда вы были школьником. Дмитрий Иванович Спектр. Хорошо. Великолепно. А ваши успехи сейчас? Где вы сейчас у нас? Я сейчас учусь на факультете международных отношений БГУ. Великолепно. Про Игоря мы все знаем. Города и страны. Викинги называли Русь Гарда-Рика, то есть страна их. Страна чего? Тему вспомнили двое. Игорь? Городов. Конечно, Гарда-Рика, страна городов. Этот город в центре Рима одновременно и страна. Прошу. Ватикан. Ватикан. Ватикан, прекрасно. Древней истории этой страны, страны по сути не было, потому что были только города, полисы. Ну, полисы. Да. Римская империя. Римская империя, да что вы, господи. Прошу вас. Ну, хоть что-нибудь из древней истории вспоминайте. Я историю плохо знаю. Ну, например. Раз. Не знаю. Древняя Греция. Греция, господи. Рим подал на блюдечки. Играем. В Гродинской области, как минимум, два города с древним корнем город в названии. Ну, один это Гродно, понятно. А второй? Прошу. А это Новогрудок. Новогрудок, конечно же. Предки называли его Новоградок. Гуляем. А вот на этом континенте нет ни городов, ни стран. Так что к нашей теме он никак не вяжется. Прошу. Антарктида. Антарктида, только станции научные. 40-70. Ну, это еще не счет. Земля и космос. Вперед. Проявляю свои интеллектуальные способности. В команде синих не летал к нашей стойке в космос только Дима Шейма. Правильно? Правильно. Правильно. Анастасия в команде красных первый космонавт. Поехали. Вперед. Начнем. Именно он первым увидел Землю из космоса. Настя. Это Гагарин. Это Гагарин, да, в принципе, да. А он первым наблюдал Землю с другого космического тела. Сделал так шаг первый. Нил Армстронг. Абсолютно правильно. Первый американский космонавт на Луне. Отлично. Спорная теория, по которой созвездия влияют на судьбы землян, называется... Дима. Астрология. Астрология, да. Этот слой защищает Землю от губительного космического ультрафиолета. Дима. Озоновый. Озоновый. Прекрасно. Русский ученый Александр Чижевский обосновал теорию, по которой все живое на Земле регулируется циклами этой активности. Да, Дима. Солнечный. Прекрасно. 60-75. Нам пора и в тест играть. Играем вперед. Блеф игра была про солнце. Тест игра будет про мороз. У кого уже мороз по коже от предчувствия? У Олега Наумовича. У Олега Наумовича, да. О, да, мурашки побежали. Подождите, Олег Наумович. Настя, кто у вас уже так дрожит от холода? Лиза. Лиза дрожит. Итак, Олег Наумович против Лизы. Вперед! Лиза! 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 Поехали. Не забывайте про фальстарт. За этим очень строго следить наш электронный судья. Мороз по коже. Так говорят, когда? А. Холодно. Б. Щекотно. И. С. Страшно. Лиза? А. Холодно. А. Холодно. Да ничего подобного. Когда страшно. Когда страшно. Это прям мороз по коже. Лиза могла бы взять десяточку, но промахнулась и на подборе пятерочку заработал Олег Наумович. Играем. Полюс холода земли находится. А. В Антарктиде. Б. В Якутии. И. С. В Северном Ледовитом океане. Олег Наумович? В Якутии. В Якутии полюс холода земли. Понятно. У Лизы есть какая-то другая информация? В Антарктиде. В Антарктиде, конечно же. Полюс холода с северного полушария, полюс холода Евразии, России и так далее находится в Якутии в самом деле. Ну а самые низкие температуры в Антарктиде правильно управляет информационными потоками Лиза. Играем. Народная примета. Будет мороз, если. А. Вороны каркают. Б. Воробьи чирикают. И. С. Кошки мяукают. Олег Наумович. Воробьи чирикают. Воробьи чирикают. Лиза. Вороны каркают. Вороны каркают. Воробьи чирикают, когда солнышко вышло. Они чирик, им хорошо, они прыгают, веселятся. А вот когда вороны кар-кар и летят, ночевают, значит будет мороз. Да, Лиза получает 5 очков. На подборь. Играем. У французов мороз начинается с температуры. Уже считают мороз. А. Плюс 5 градусов. Б. 0 градусов. С. Минус 10 градусов. Лиза. 0 градусов. С нуля, да, у них мороз. А, Лиза. Почему я так не удивляюсь? Лиза, а вот почему я не удивляюсь? Потому что я выпускница 46-й гимназии. Имени Брэза Паскаля. Ну и что? Ну там углубленно изучают французский язык. А в Париже были? Да. Ну и так? Классно. Вот и все. Во время январских морозов недавних США замерз. А. Флоридский пролив. Б. Нью-Йоркский водопровод. И. С. Ниагарский водопад. Олег Иванович. Ниагарский водопад. Да, замерз. Конкретно. Итак, 75-95. Пора перейти к слайд-игре. Играем вперед. Дело в том, что в самом начале 10-го сезона к нам поступило заявление от букв русского алфавита. Они писали в нашу передачу, почему, почему, почему используют только буквы от А до К. Чем мы хуже? Что за дискриминация? Поэтому в 10-м сезоне, если у нас будет азбука, она будет начинаться с буквы Л. Итак, простая азбука с буквы Л. Даниил, есть у вас человек, который знает хоть что-нибудь дальше буквы К? Есть, это Герман. Прекрасно. Анастасия, не говорите, что это Лиза. Это я. Прекрасно. Вперед, Герман против Настя. Вперед. Выигрывающая сторона у нас красная. Поэтому с них я и начну. Тут все очень просто. Увидел картинку, увидел букву, назвал, что видишь. Настя. Возможно, это Лаборадор. Лаборадор? Нет, это не Лаборадор. Это другой собак. Может, это Лай? Это Лай. Плюс 10 очков на дворе. Великолепно. Браво, Герман. Маргаритки. 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 Ха-ха-ха-ха. Конечно же, буква Н. Великолепно. Игра мяча. Герман. Это орган? Это орган, конечно. С первого раза взял. Возможно, это Рига. На букву П Рига? О-П. Пашу? Ой. Ну, может быть, это Париж? Париж? Лиза. Это не Париж? Это не Париж, говорит Лиза. Ну, это Карлов мост в Праге, разумеется. Прага, Прага, Прага. Восточноевропейская мекка туристов. Очень красивый город никогда не был. Поехали. Это Рубин? Это Рубин в Аправе, да. Конечно же. Настя? Это сапфир. Сапфир? Что-то многовато сапфиров. Герман. Это стразы. Во! Стразы! Герман, что такое стразы? То, что изображено на мониторе. Блестящий ответ. Поехали. Может быть, это тропинка? Тропинка из Вилистера, разумеется. Анастасия? Это урожай. Великолепно! Герман, играем с вами. Это фунт. А что это такое? Как килограмм, только фунт. А сколько это примерно в граммах, Герман? Достаточно. Достаточно для чего? Для того. Я не знаю, для чего. Это около 400 граммов. Есть разные фунты в разных весовых категориях, скажем так. 155-35. Риск, игра. Финал, вперед! Данил Галушка, вам сейчас, как генеральному конструктору Королёву в своё время, приходится принимать непростое решение. Кого же отправить на самый важный старт, на нашу самую страшную игру со штрафом? Риск игру. Дмитрия. Дмитрия. Великолепно. Анастасия. Иван. Ну что ж, студент БГУ против студента физико-технического Москва. Вперед! Вы помните, что правильный ответ? Ничем не штрафуется, наоборот, плюс 20. Неправильный штраф минус 20. Так что думайте, 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 играем. Именно так начинается стихотворение Пушкина «Зимнее утро». Иван. Морозы, солнце, день чудесный. И ещё ты дремлешь, Дима, друг прелестный. Вставай, красавица, проснись. Иван сделал тебя на кнопке и счёт стал равным. 155, 155. Играем. Великий и могучий. Этот согласный звук является непроизносимым в слове «известный». Иван. Т. Я желаю вам известности. 175, 155. Вы вывели команды вперёд. Дима. Вещества и элементы. Графит, уголь, алмаз. Братья. А объединяет их? Углерод. Углероды снова счёт равный. Города и страны. В нашей стране благоустроенные деревни называются... Дима. Ага-городки. И это правильный ответ. Последний вопрос. Земля и космос. Так называется комплекс, предназначенный для запуска космических аппаратов. Иван. Космодром. Стартуем. Это космодром, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так сошлись в поединке и сыграли в ничью. 195, 195. Вот так, как надо. АПЛОДИСМЕНТЫ Студентам смотрим пятёрку, получаем пятёрки. Школьникам смотрим пятёрку, получаем десятки. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»